Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу сегодня предложить вашему вниманию немножко универсальную мушку, которая и сухая, и мокрая, в зависимости от того, какое перо вы будете использовать. Я возьму, вот у меня есть остатки вот таких перьев, щепоточку для хвостика наших перышек, крючок я взял F11, фирмы Gamakatsu, подровняем наш пучочек, значит хвостик у меня должен быть немножко меньше, чем длина тела. Если вы изготовите больше, она будет больше у вас плавать, меньше, меньше, то есть нам необходимо, чтобы было место, на которое она будет опираться. и отрезаем остатки по длине нашего тела. чтобы не проматывать здесь неоднократно, нам понадобится еще вот такой черный голографический люрекс. если его нет, можете, можно обойтись, поэтому это не столь принципиально. подхватили. Подхватили. В качестве изготовления тела у нас очень часто остаются вот такие вот остатки перьев нашего павлина, которые вроде бы и применить негде. Ну, как вы уже видели из моих фильмов, я изготавливаю и лапки. Сейчас я хочу с вами изготовить тело. Я взял обыкновенным ластиком, почистил перо, и за вот этот выступ, который у нас имеется, я буду крепить в районе хвостика перышко, из которого я буду изготавливать тело. И теперь вот аккуратно до точки, там, где у нас останется вот так хвостик, доводим весь материал. Все аккуратно теперь проматываем. Оставляем в районе, где будем формировать грудку, совсем немножко, капельку добавим с вами. Клея на цевьё. Руками или перодержателем, как вам будет удобно, мы начинаем виточек к виточку формировать наше тело. доходим до места, где мы будем с вами изготавливать грудку, закрепим материал, и остатки удалим. Теперь нам необходимо с вами пройтись с определенным шагом нашим люрексом. отбой. такой, отбой. И остатки, Отбой, я не могу с этой, и остатки удаляем нам необходимо теперь взять обыкновенный двухсторонний люрекс который с одной стороны серебристый с другой стороны золотой и слегка вот так на косую с одной и с другой стороны нашего люрекса который мы будем с вами крепить подворачивать я буду золотой частью поэтому я креплю сразу золотой частью подхватили золотой частью крепим к телу с одной стороны и с другой стороны вот так будет достаточно приблизительно вот такая должна выйти у нас конструкция совсем немножко добавим клей промотаем и нам понадобится с вами будут одно перышко павлина если по каким-либо причинам у вас пера павлина не имеется можно заменить синтетическим даббингом который напоминает блеск нашего павлина я не армирую так как у нас будет прикрыто наше с вами перо фольгированным люрексом и достаточно будет хорошо держать нашу грудку и проматываем вот так хорошо виточек к виточку если надо вернемся так чтобы грудка у нас была достаточно пышная буквально пару миллиметров не не доходим до нашего колечка подхватываем перо и остатки удаляем для надежности крепления я как всегда совсем немножко добавлю клея величину грудки можете выбирать себе сами в принципе то я экспериментировал вплоть до того что половина цевья я изготавливал занимала у меня грудка на качество поклевок и на результативность это не влияет переворачиваем вот так наш люрекс он должен у нас ложится по бокам и слегка вниз следим за тем чтобы никуда не убежал пару витков выполнили переворачиваем в обратную сторону и уже замочком здесь закрепим наш люрекс остатки удаляем нанесем опять капельку клея и хорошо закрепим наш материал в качестве опушки я подготовил но насколько у меня удалось найти вот такое перышко если вы возьмете с шеи пера это будет чисто сухая мушка если вы возьмете с куриного скальпа она будет в какой-то степени у вас и сухая и мокрая вот как в моем варианте необходимо жесткость перьев подбирать если вы возьмете перо куропатки или же перепелки то практически мушка у нас становится сразу мокрой подготовим перышко и закрепим его здесь учитывая что перо короткое возьмем перодержатель и совсем 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 немножко буквально нам придется выполнить ну полтора два оборота если перо у вас очень пышная можно сделать его бородки половина оборвать с одной стороны тогда у нас будет достаточно если вы хотите сделать чтобы у вас была она больше больше плавающей значит оборотов больше все упирается только лишь в то каким вы пером будете изготавливать и от того какая жесткость наших бородок будет вот у нас вышло с вами буквально два оборота пышности моих бородок недостаточно поэтому я выполню почти три оборота перо подымаем вверх закрепили наше перышко и теперь нам остается все бородки убрать назад вот так слегка увлажнив пальцы убираем все назад и теперь здесь сформируем небольшую головку она не должна быть выдающейся в принципе то вот столько нам будет достаточно сделаем завершающий узел нашу мушку приведем порядок удалили остатки пера нанесли буквально капельку лака и как видите наша мушка отчасти она для меня по моим рыбалкам очень универсальная если ее изготавливать на крючке позволяющие допустим материалы восемнадцатом номере но у нас она вышла немножко как вы видите по сравнению со спичкой вот такая это выполнено на крючке 14 16 если выполнять еще на меньших крючках то практически вся мелочь которая имеется у нас в наличии вы ее будете всю-всю-всю собирать поэтому сами будете выбирать себе материалы и величину красноперка не пропускает благодарю вас за внимание до скорых встреч